Дедушка плачет Но что можно было? Только несколько одуванчиков, но это, скорее всего, будет самым дорогим подарком и согреет душу. И когда дедушка увидит, что у мальчика на груди знак гвардия, а у него тоже, он может даже представить себе, что когда-то он мог быть рядом с его прапрадедом на этих боевых позициях. Все предметы и события, которые отображает на своих полотнах Анатолий Попов, из реальной жизни. Здесь Одинцовская привокзальная площадь, дороги, старое здание историко-краеведческого музея, в котором он сейчас работает, Наполеон, упавший с лошади, немцы, бегущие в стужу от русских солдат. А вот последняя встреча Кончиты с Рязановым, героев истории вечной любви. Главная тема у меня – это образ Родины. Как бы возьмем общим таким заголовком. Но в этом большом разделе постоим за Русь, творцы российской славы, святыни, старые стены, судьбы, связующие нить, земля родная. Анатолий Васильевич – потомок известного художника Александра Попова-Московского. Начал рисовать еще в три года. Говорит, первым шедевром стала лошадь. Детская, неуклюжая, больше похожая на грабли. Помимо картин пишет стихи. А еще ведет занятия, преподает живопись. И продолжает работать. Признается, бестворчество своей жизни не представляет. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.